Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest Ну что же, давайте-ка откроем с вами, как говорится, сундук друзей и посмотрим, что оно выпадет отсюда 75 карточек на лорда пустоты, вот это новость, вот это спасибочки Так, 25 гемов и 1000 голды, но то, что 75 карточек на лорда пустоты, вот это шикарно, друзья мои Так, тренировка, я надеюсь, что они у меня подкачались, стали немножечко крепче и пора их, ребята, возвращать, как говорится, в родные пенаты Солидно, так, квесты даже какие-то успели мы с вами сделать, замечательно, кстати, у нас 366 гемов Забежим быстренько с вами в магазин, заберем бесплатно черепаху с пушкой Так, а вот здесь у нас опять квест какой-то выполнил, ага, понял Так, в армии, что у нас в армии случилось? Ёлки-ты-палки, у нас, друзья мои, тритон получает четвертую звезду Слушайте, ну это круто на самом деле Надо развивать, а я его зачем-то начал прокачивать Так, друзья, и теперь я хочу кое-что сделать Во-первых, я прокачал себе до сотого уровня нашего бродягу До сотого уровня И прокачал также мага до сотого уровня Они, правда, все четырехзвездочные Но я хочу их сегодня взять и потестить Надо только определиться, в какой отряд В каком отряде нам не хватает таких вот Может быть сюда взять, например, вместо вот этого вот чудика, да? Черного рыцаря Предположим, мы возьмем с вами бродягу А вместо тыквоголового возьмем с вами Нет, тыквоголового мы оставим на месте А вот вместо тигра мы возьмем с вами мага Давайте, наверное, вот так попробуем сделать Заодно и посмотрим Ну, вы понимаете, да, ребята, что я очень сильно рискую Потому что я убираю пятизвездочных персонажей в данный момент При полной прокачке Ну и ставлю взамен них более слабых Так, где у нас? Где у нас маг? Я не вижу мага Друзья мои, я не вижу А может быть вообще взять тритона? Прикиньте, взять тритона и посмотреть Как он будет себя чувствовать Но для того, чтобы убрать его, нужно прокачать до соточки Поверьте мне От этого, что он там какого-то уровня Нам толку мало будет Да где маг-то у меня, елки-тыпалки Друзья мои Мне нужен маг Все это как-то сливается И я даже, друзья мои, не... Вот он, вот он Вот он маг Взяли вот такой вот у нас получается с вами отряд И давайте теперь попробуем его протестить Так, у нас с вами, ага Последняя локация Кстати, я же забыл глянуть, что у нас с ареной Там же тоже сундук Мы можем с вами забрать 24 карточки мы получаем на термина А в самом сундуке у нас вот такой вот реворд 20 тысяч голды 13 карточек на воблера 22 карточки на копейщицу 18 карточек на короля И 21 карточка на репульсора Так, ну что, с вашего позволения Я быстренько сейчас пробегусь По ареночке, да 66 уровень Господи, когда-то богиня солнца Выглядела вот именно так Смешно, если честно Ну ладно, давайте, друзья Быстренько пробежимся, да Почему я взял бродягу и мага? Я хочу, друзья мои, потестить Вообще, что они себе представляют Как они вообще ведут себя Потому что в ближайшее время мы только воевали против них А с самими мы не играли Давайте проверим Но бродяга, посмотрите, стоит недешево 200 манны Но бомбит он, конечно, отлично Он очень хороший дамагер Критует Не кисло Причем у него довольно молниеносные атаки То есть для разборки он подходит идеально просто-напросто Так, ну что, аренку мы с вами прошли Ну и теперь переходим на основную сюжетку Я не знаю, ребята Чем маг может быть лучше нашего тыквоголового Не знаю, если честно Хотелось бы проверить Кстати, я зря, по-моему, вот этот сейчас Выбрал вариант Потому что у нас там против Ронина придется выступать А он сейчас будет первым выходить Я даже боюсь, что мы не будем успевать здесь Ну вот Ты смотри-ка Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, друзья мои Не вышло Естественно, естественно, наш бродяга Проходит Ни на что не взирая Ладно Так, самурайчик Так, погоди Тут еще и всадник на журавле выходит Ну вы понимаете, в чем недостаток вот этого бродяги Он не атакует первых вот этих вот юнитов Да Он их не атакует Он просто уходит в инвиз И пробегает мимо А уже после, когда он проявляется Начинает кого-то бомбить То есть, соответственно, этот отряд сюда вообще никак не заходит Мы с вами выберем что-нибудь подходящее Я думаю, что Либо вот этот, либо вот этот Ну я думаю, что вот этот, наверное, мы с вами возьмем Здесь у нас все-таки щитобот Да, здесь у нас молотильщик Эти ребята очень хорошо справляются с Рониным Причем они довольно дешевые юниты И мы можем их постоянно плодить Так, квест завершен, тактик Это, конечно, все хорошо, что квест завершен Но мне нужно... Да чтоб тебя Нет, 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 нет Да как так-то? Друзья мои, это что-то... Что-то пошло не так Здорово просто, а Мы потерпели неудачу очередную Ой, господи А я больше чем уверен, если мы сейчас с вами даже возьмем ту команду, где у нас есть Ронин Мы опять же с вами сфейлимся А мы и так бы сфейлились Прикиньте, я притянул на свою голову у нас санника на журавле, да? Который наносит урор в моей базе Ничего умнее я не мог придумать Ладно, короче, давайте ускоримся Быстренько сольемся здесь Зашибись Ну, никак я не ожидал, что у меня вот серия начнется с фейлов Жесть какая-то Так, ну что же Давай тогда возьмем Наш имбовый отряд Начнем, как говорится, с Ронина Тоже посмотрим, чей, как говорится, сильнее у него 98 уровня здесь И вот всадник на журавле меня напрягает Вот честно скажу Он меня здесь напрягает Так, 175, да? Короче, копим И нам придется вызывать его в первую очередь, ребят Да чтоб тебе Ну, нет, ребят Ну, это вообще, это трындец Это трындец Короче, сюда нужно брать Друидку Чтоб она, если что, могла отхилить Нашу базу Ну, это разве Смотрите, здесь мы выносим Здесь мы выносим Но это если Конечно же, Ронин делает Первый атаку Если он делает первую атаку То, конечно, мы выигрываем А в другом случае Чистый проигрыш получается Так, за 200 манны Конечно, у нас тут больше никого нету Ну, я думаю, Ронин Нет, не успели Я думал, успеем бомбануть ему Башенку Но не тут-то было Ну, давай И что-то он, кстати, у нас Не особо жалует выбегать Заметили, да? Просто идет в развалочку Ладно Мы как бы прошли Да, этот уровень В то же время не прошли Меня не устраивает наш результат Это какой-то бред Так, запросик сделали Здесь больше ничего нету Так, где у меня друидка? Вот она Вот она, моя друидушка Сейчас будем здесь, ребята, разбираться Никуда я не пойду Я никуда не буду переходить Я буду здесь дальше Бомбашить Этих олухов Так, ну для этого нам, конечно, понадобится Очень много манны Очень много Так, давай попробуем Сейчас опять выбежит Ну, вы посмотрите, друзья мои Ну, как так может быть, а? Есть Хотя бы здесь подбили Давай дальше, поехали Даже если он выйдет в истерике Он выходит в истерике Как вы можете это видеть Так, мне нужен Ребята, всадник на журавле Ну, бомбонит этого-то олуха Отлично Так, обменочка идет Обменочка, друзья мои Так, мы здесь выиграли Мы подбили первыми Как говорится, всадника на журавле Ну, и дальше, я думаю Тут все ясно Победа будет за нами Победушка будет за нами Ронин тут уже ничего сделать не может И мне, кстати, даже не пришлось вызывать друидку Чтобы отхиливать нашу базу Но это спустя три проигрышных матча Это не вариант, друзья мои Ну что же, двигаемся тогда дальше И у нас второй этап Давай посмотрим, кто у нас будет здесь Так, опять же, Ронин Опять же, всадник на журавле И, ко всему прочему, тырокотовый боец Вот этого мне не хватало Тырокошечки-то здесь, а Друзья мои Ладно, будем вызывать, короче, щита бота Следом, опять же, пойдет молотильщик Так, молотильщик, давай-давай-давай Быстрее, родной И копим с вами Энергию Смотрите, что он взял Он меня немножко здесь перехитрил Он меня немножко перехитрил В плане того, что он Вызвал всадника на журавле первым Тогда нам придется защищаться Ага Ну, вы видите, кто вышел, да? Сам Теракоша появился здесь Давайте вот так попробуем сделать Ой-ой-ой-ой Вот это, кстати, было зря, наверное, сделано, да? Притянуть всадника на журавле к себе Поближе к базе Это очень плохо Может сказаться в дальнейшем Но паладиноч Хорошо, что он умеет подбивать И, как говорится, и воздушные, и наземные цели Так что все пока под контролем у нас И он довольно силен Об этом тоже не стоит забывать Так, ну что Одного за другим разбираем Опять же у нас появляется Теракоша Давайте вызовем Нашего молотильщика Он очень неплохо критует Разобрали Еще одного всадника на журавле Призовем В подмогу к нам Да иди ты, елки-пока Он достал меня уже просто-напросто Ладно, нахлобучили Какой же ты крепкий, а? Тут не поспоришь, друзья мои Теракоша Он крепкий Сколько карточек нам сегодня уже по-новому подало На всаднике на журавле Но он у нас прокачан полностью Так что не стоит этому даже радоваться И заморачиваться Тем не менее, этапчик мы с вами этот прошли И переходим Так, и переходим На третий этап Так, здесь у нас Ага, здесь уже будет Тигр Кстати, вы заметили, что В этой команде у меня почти фуловые Персонажи Кроме друидки Друидки не хватает одной звездочки Да Ну ничего, ничего Когда-нибудь они у меня все станут Пятизвездочными Когда-нибудь Спустя, может, лет пять Хе-хе Так, ну что Здесь у нас тигр, да? Об этом не стоит забывать Поэтому А, Ронин вышел погулять просто Даже без истерики Найсово Мы его наказали Так, я думаю, знаете что? Наверное, будем вызывать армию паладинов Да? Паладины все-таки будут крутыми Здесь Ну давай, давай, давай Иди сюда Сейчас мы тебя Так, тигр вышел Вот это уже Хуже, друзья мои Это уже хуже Давай-ка вот так попробуем Наказывайте тигра Ага Вот так У нас это вышло все Ронина подбили Я хочу призвать друидку На всякие, ребята, пожарные случаи Ускорение Слушай, по-моему Разобьем базу Сейчас ему Нет К сожалению, не получилось пока Душа тигра вылетела Как всегда, не вовремя А может быть вовремя Ну, для него Ну, Ронин Хорош уже выпендриваться Распилякали Так, всадник на журавле У нас выходит Давайте сделаем ульту Отлично Все по красоте, друзья мои Идет Тигра мы оглушили Это вражеский тигр Не думайте Так, нормуль И Ну, базенку-то распишем Расписали Все Все Четко Так, друзья мои Продолжаем У нас с вами Предпоследний Сейчас будет этап Предпоследний Четвертый Так, и здесь у нас Ох, елки ты палки Здесь вуджен С вудженом Нам тоже Лучше не шутить Поэтому я взял Этот имбовый наш отряд Где есть у нас прыгун Я надеюсь Он нам здесь Очень хорошо поможет Сослужит, так сказать Вольную Сложную службу, да Сможет перепрыгивать Через терракошек И бомбить Ну, по крайней мере Я на это рассчитываю Поехали потихоньку Сейчас еще Не забывайте Здесь Ронин есть Это нужно Быть Ай-яй-яй-яй Вот это вот Нехорошо Друзья мои Это нехорошо Сейчас сделано Было Давай ульту применим Че творят, а? Ты посмотри Так, секундочку Секундочку Подожди-ка Подбивайте, пожалуйста Этого всадника Ага Я вызову Пожалуй-ка еще Наверное Чумовуху Да? Пускай она летит Так, чумная мышь Полетела Ронин Тут у нас заморозка Все Вот сейчас было По красоте На самом деле И быстро Так, и практично Все вышло Ну что же Двигаемся с вами дальше Друзья мои У нас последний этап Так Кто здесь у них Босс будет? Давай-ка глянем Твою же Твою жмаковку Друзья мои Бог ветра Здесь Ну что же Надеюсь Моя база Меня не подведет Мы сразу Своей ультой Сможем его Подбить Ну Я на это рассчитываю По крайней мере Так что Готовимся Друзья мои Готовимся Начинаем С призыва Кого Ну по идее Нам нужно Ага Нам повезло Что он просто вышел А мог бы в истерике Побежать Ну Накроем мы его Отлично Бежит Бежит Ты посмотри Сколько он Ребята Сносит С удара Он сейчас Просто один Может забомбить Ему базу Ты прикинь Что творит А если Я даже на ульту Не успел нажать Друзья мои Вот так вот Быстренько Стоило выпустить Ронина И он просто Разнес базу Я даже не ожидал Такого Если честно Так ну что же Забираем сундук Нефритовой империи Посмотрим Что нам здесь Выпадет Так Охотник за сокровищами Я выполнил Квест 10 карточек На Храмового пса 11 карточек На Мелкого Копейщика И 12500 Голды Мы с вами получили Также мы получаем 14 карточек На Лорда Пустоты 15 карточек На Фехтовальщика И Сколько там 14 карточек Эльфа Кстати я хотел посмотреть А сколько нам нужно Еще карточек Для того чтобы Улучшить Того же самого Лорда Пустоты Я думаю Что вам тоже Было бы интересно Так Секунду Заходим В армию Заходим В захватчиков И Смотрим Лорд Пустоты У него Ребята 1803 Карточки То есть 200 карточек Нам еще Найти И он у нас Будет в кармане С 5 звездами Уж поверьте Меня Этого Босса Я никак Не смогу Проигнорировать Я его обязательно Возьму В какую-нибудь Команду Так Ну что же Мы с вами Продолжаем Мы переходим В следующий Портал Так Где у нас Тут Вот 115 Уже Как-никак И Начинается У нас С территории Захватчиков Потом у нас Идут Подданные Потом Фабрика Роботов Территория Нежити И опять же Подданные То есть Подданные У нас здесь Будут Два раза Так Здесь у нас Кто Ёлки-ты-палки 99 уровня Страж И 99 уровня У нас Морпех Слизень Ну что же Я думаю Вот эта командочка Как раз Сюда Вливается Кстати Да Тут у нас Есть И баллисточка То что нужно Да У нас И танкуля У нас Здесь есть Неплохой Это Терракоша Надо Единственное Накопить Энергии Сейчас Манны Накопим И начнем Пожалуй С Терракоши Потом Скорее всего Призовем Баллисту Я думаю Что это будет Правильный Вариант Потому что Не забывайте Что здесь будет Слизень Морпех С неплохим Таким уроном А баллиста Как вы помните Она еще может Застанить Врага Ага Так Видите Что происходит Морпех Отстрелялся Свое Мы его тут Быстренько Разобрали Кстати Фейербол Что ли Запустить Давай запустим Вот так Он оглушен Он не может Двигаться Но Атаковать Пока может И Слизень Морпех Из-под Тишка Что-то Выпендривается Ураганчик Ну Вы понимаете Что в базе Уже все Кирды Ее здесь Никто не спасет Никак не поможет Отлично Мне нравится Мне нравится Как мы с вами идем Первый этап У нас Довольно неплохо Показался Да Ну Поехали Теперь на второй И здесь у нас Ух ты Хищнец Вот здесь уже Не до шуток Хищнец Он очень дешевый И поэтому Быстро будет появляться На поле боя Мне только вот этот Отряд приходит в голову Больше Больше пока нет вариантов Хм Ну ладно Друзья Посмотрим Как мы сможем Противостоять Хищнецу Своим щитоботом И Молотильчиком Так Готовимся Молотильчик Ага Так друзья И кого нам надо Паладина Наверно вызывать Наверно Паладина Будем сейчас С вами вызывать Так Пошел Палыч Пошел Так Не забываем Что этот Хищнец Будет перепрыгивать Слушай Молотильчик Так легко С ним справляется Не ожидал Если честно Ладно Это только В плюс Так Тихо Тихо Ты куда это А Мы базу Разбомбили А я все На этого Смотрю Ребят На хищница Контролирую Его Ну что же Отлично Отлично Тут у нас Получилось Не поспоришь Мы переходим С вами на Третий Этап И на этом Отряде У нас К сожалению Закончилась Энергия Но здесь Еще полным Полно Кстати Я не посмотрел Кто у нас Кто у нас Тут будет Какой противник Поспешил Я да Ладно Есть у нас Тут с вами Голем Довольно Неплохая Боевая Единица Поигнали Так Ниндзя Будет Если что На прикрытие У нас Ох Ё Простой Пришелец Здесь оказывается Друзья мои Неплохо Я лопухнулся Да Очень неплохо Не дай бог Он еще опять Вызовет Своего Этого Пришельца Давай БФГ выходи Если что Твою же Налево Что творит Да Да БФГ Не получилось У тебя Его подбить Пришельца Этого Так Давай Вызовем Тогда Ниндзю Застанем Так 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 Давай Давай Атакуем Атакуем Друзья мои Да Что Б Тебя Ты достал Уже Ха Он не успел Друзья Мы подбили Этого Пришельца Он даже не успел У нас Как говорится Стырить Никого Ну я думаю Что все Базихана Давай еще Ниндзю Одного Призовем Ну 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 Отлично Молодцы Карточка Выпала нам На Космическую Эту сферу Но Вы знаете Что эта база У меня прокачана По полной программе Так Слушай Ну этот отряд Неплох Очень неплох Так Здесь у нас Ага Здесь опять Хищнец Твою же Маковку Что будем делать Друзья мои Как мы будем Здесь с вами Разруливать Эту ситуацию Он сразу Выйдет Да Он же дешевый Юнит Он выбежит Моментально Сразу же И пойдет На мою базу Если только Попытаться Через голема Сыграть Голем стоит 175 Манны Расстояние Тут более-менее Длинное Так что Да Скорее всего Мы так и будем С вами делать Или голема Или жабу Сейчас посмотрим Кто выйдет У него первый Наверное Пришель сейчас Плетит Мне кажется Да А я буду Пока Копить Энергию Что-то никого Не вызывает Очень меня смущает Это все дело Давай-ка я вызову БФГ Потому что Я почему-то думаю Сейчас пришелец Плетит Я могу ошибаться Тритон Что-то он Ребята Совсем не то Что нужно делает Так Мы оглушили Секунду Друзья мои Секунду 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 Что тут происходит Вот так Всех Как говорится К ногтю Ай-яй-яй Тритон Конечно Да Крутой Мэн Так Я вызвал Богиню солнца Я как говорится Психанул И вызвал Богиню солнца Пускай она здесь Уже будет Разбираться Со всеми Но не стоит Забывать Что здесь Есть Хищнец Вот он Побили Ну все Базихана Друзья мои Когда мой Отряд Подходит В плотную К базе Вражеской Естественно Он ее разбирает Моментально Карточки То выпадают Когда мне Нужна была база Чтобы ее прокачать Карточек Не давали Сейчас они Сыпятся Просто вот Сплошь и рядом Ну что же Идем на следующий бой По-моему Это у нас последний И давай глянем Кто тут будет Босс И босса Здесь Лорд пустоты Слушай Ну с ним шутить Плохо Поэтому Я возьму Вот этот Атренд Только лишь Из-за нашей Ульты Это самое Лучшее Я считаю В игре Ульта Именно от Этой базы Ну естественно Если будет еще Красный луч Что это вообще Будет Суперски Так У нас тут Ведьма Что тоже Есть хорошо Ну Че никто не выходит Странно Тогда давай Вызовем А Понял Сейчас наверное Пришельца своего Вызовет Вот тупырь А Ей Он его Еще ребята Против меня Против меня Вызывает Что Эй 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 Вот это да Ребята Вот это Был бы сейчас Фейл Представляешь Я совсем забыл Что он может Да чтоб тебя Смотри что делать Давай чумнуха Быстрее 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 Не успели К сожалению Жаль Давай Мой Рунин Когда-нибудь Будет выбегать В истерике Нет Он что-то расслабился В последнее время Я смотрю Хм Прикиньте Сейчас базу разбомбим Он даже не успеет Вызвать лорда пустоты Вот это будет круто По-моему Так оно и получится Сейчас да Нет Нет Родной Ой Ой Ребята Я немножко С ультой Поспешил Или нет С ультой Поспешил Но тем не менее Мы разбомбили Босса Но главное Что он его Успел призвать Я думал Что опять Мы с вами Забомбим Бозенку И он даже Пикнуть не успеет Но не тут то было Так Друзья мои Открываем Сундучок Захватчиков И смотрим Что нам здесь выпадает Лорд пустоты Еще 10 карточек Прикольно Очень прикольно Видимо Они так и хотят Чтобы я его Как можно быстрее Прапал Так Черный рыцарь Плюс фехтовальчик Да Ну что же Мы тогда выберем с вами Вот этот отряд Я хотел его потестить Ну и давай попробуем Конечно Наверное Он сюда вообще не подходит Если честно Самурай 1 Вряд ли тут у нас справится А маг Сколько стоит 350 Манны Ёлки ты палки Друзья мои Это очень дорогой юнит Это очень дорогой юнит И вообще тут какая-то у нас команда Слишком-слишком дорогая Друзья Слишком дорогая Ой-ой-ой Боюсь Боюсь фейл Да Да, друзья В общем В этот отряд Не стоит брать Дорогих таких юнитов Разбойника нужно брать отдельно Или разбойника Или маг Но не всех В одну кучу Вот что я понял Жаль, конечно Что вот так вот Все вышло у нас с вами Я-то думал Что же мы Потестим Этих персонажей Как говорится В общей куче Но нет Не судьба И это меня расстраивает Так, ну что же Придется нам Вернуть Вернуть наших ребят Обратно В этот отряд А это будет у нас Мечник И Тигр Ну, тигра хорошо Тигра мы можем с вами Не трогать Но вот мечника Придется вернуть Ребята Вместо бродяги Иначе мы так Будем с вами Просто фейлиться Раз за разом Так, убираем Бродягу отсюда И ищем Нашего Мечника Так, мечник Эльфы Копец Вот он Вот он Вот он Родной Слушай, ну вот таким Вот таким составом Еще можно будет Попробовать сейчас Поиграть Да Рискнем Я думаю Рискнем Я думаю Этот риск Будет оправданный То есть тут получается У нас будет мечник И плюс еще при этом Самурай Ну, как для Прикрытия Да То есть 150 И 125 Ну, самое то Это идеальная Так сказать Комба Но фехтовальщик Это да, ребята Он очень сильно Критует Очень сильно Вы сами видите О, вот это кстати Плюс То, что у нас В истерику Впал наш самурай Давайте Призовем Тыквоголового Корни И еще одного Мечника Слушай, по-моему Выровнялись Ага Теперь мне хочется Посмотреть На что способен Маг Ну, я по-моему Пока на него накоплю Мы уже базу Разнесем Что-то У меня такое Предчувствие 350 энергии Он стоит Недешево При этом У него Очень Медленный ход Ты посмотри Как он медленно Медленно идет Слушай, ну зато Радиус атаки Просто поражает Меня Ты посмотри Хм Это Это неплохо Он стоит здесь Считай Пол поля Контролирует Смело Так Я еще Честно говоря Не очень хорошо Вкусил его Поэтому нам нужно Еще, наверное Один бой сделать Так Копейщи Ну, в общем Понятно Кто здесь у нас Опять же Мечник там будет Да Фехтовальщик И копейщица Ну По стандарту Я думаю Вызываем в начале Нашего самурая Следом Вызываем мечника Да Как-то так у нас будет Все это дело Происходить Ну Давай-давай-давай-давай Наказывайте Наказывайте Так Ну тут он не упал В истерику Это плохо Это, друзья Не очень хорошо Для нас Копейщица Копейщица Еще тут На подходе Друзья Нам нужно До корней Подождать Все Теперь я Спокоен Ну Нам нужно Призвать Мага И посмотреть Как он будет В этой ситуации Вообще разруливать 350 энергии Блин Недешево Ураганчик По-моему Опять у нас Получается Как и в прошлый раз Мы с вами Врага просто прижали Ну Маг Давай Что-то Никак не ощущаю Урона Ребят Не могу Понять А Он Он может Еще и застанет Если он попадает Своими молниями Он врага может В стан Вогнать И это Кстати Очень круто Так Ну что Я думаю Разберем Мы ему Сейчас Базенку Причем Довольно Быстро И легко Ты прикинь Смотри У тыквоголового Все таки Урон Будет подальше Это вот Определяется Откуда Маг Бомбит По замку Да И откуда Тыквоголовый То есть Тыквоголовый Немножечко Имеет Радиус Атаки Побольше Так Ну что же Энергия Вот тут у нас Закончилась К сожалению Так Ладно Это меня не пугает Друзья мои Это меня не пугает Мы с вами Берем Вот этот отряд Этот отряд Можно так сказать Ну Такой Танковый Потому что Здесь у нас Жаба с молотом И голем Ну и Плюс Один неплохой стрелок Это ниндзя Ну-ка Давай посмотрим Мне кажется Голем все таки Будет сильнее Мечника Но слабее Фехтовальщика Потому что Фехтовальщик Ребята Еще раз говорю Очень быстро Атакует И критует Ты посмотри Что происходит Быстро разобрали Голема Только не поспоришь Так Тихо Там еще и Пуляется Мне А ну-ка Отлично Застанели Так БФГшечку Призовем На всякий случай Ну Фехтовальщик Сам по себе Он ватный С ним довольно Легко и быстро Справляется Ниндзя Я думаю Что вы успели Это увидеть А вот Против танков Да Он конечно Силен Потому что Танк Медленно Атакует А фехтовальщик Слишком быстро Вот поэтому Он элитирует Так Давай еще Вызовем Ниндзю Ну Вы понимаете Что базе Хана Все Да Друзья мои Подбили Моему Быстренько Переходим Дальше На следующий Этапчик И тут В принципе Осталось Совсем Немножко В бой В бой Идут Одни Как говорится Мудрецы Ага Здесь у нас Бродяжка Сотого уровня Слушай А это плохо Друзья мои Бродяжка Это что появляется здесь Имбу я брать не хочу Вот этот взять Отряд что ли Хм Или попробовать Вот этим отбиться Я попробую Наверное Да Тут что главное Главное Не пропустить Бродягу И все В принципе Трудность только в нем Чтобы его Законтролировать Для этих целей Я думаю Мы с вами Знаете что сделаем Мы отправим Наверное Нет 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 Мы никого Сейчас отправлять Не будем Мы подождем Сейчас он в инвиз Появляется И тут мы его встречаем Отличненько Все хорошо Так Ну не стоит забывать Что он опять может появиться Поэтому Не будем сейчас Никого вот таких вот Толстых Как говорится Юнитов вызывать Вот он идет Мы его встретим Знаете кем С жабой С молотом Вот она его сейчас Встретит Довольно неплохо Мы его там Отдубасили Так Давай еще одну ниндзю Призовем Вау 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 Всякие плюшки Тут летят Так БФГшка Слушай Я думаю Что он Наверное Не дойдет Даже Ох ты Смотри Что делает Смотри Что делает А этот Чудило Так А тут Что за Возня Забомбили Молодцы Молодцы Справились Со своей Поставленной Задачей И мы Переходим На Последний Этап Тут у них Кто Интересный Будет Босс Король Наверное Король Ну Что я могу Сказать Это Вата Вата Для нас Полная Причем И мы Можем С вами Взять Вот этот Отряд И в принципе Разбомбить Его В пух И прах Даже С одним Грифоном Давай Проверим Получится ли У нас Хотелось бы Знать Как Сносить Базу Ему До того Как он Призовет Босса Это было бы Прикольно Ну Что Начнем Наверное С Джиггернаута Да Джиггернаут Пойдет В бой Следом Мы Призовем Наверное Балисточку Да Потому что Тут уже Лучник Как мы Видим Таракушу Нет смысла Здесь призывать Он достал Вот так Отлично Призвал Друзья мои Призвал Каюсь Но Коллекционер Квест завершен Но это только Для блага Сделано Все Там Лучник Друзья мои Сжег Только что Мне Баллисту Упы Мелкие Тут уже И король Появился Так Нам нужно Быстрее его Бомбануть Друзья мои Ну Так Грифон Давай Стреляй По нему Пожалуйста Ах Что Он Ага Все Отлично Отлично Друзья мои Так Карточка На фехтовальчика Выпадает нам Ну Я думаю Что все Тут уже Понятно Победа будет За нами Однозначно Давайте еще Вызовем Грифончик С вами Одному Фаербол Куда же ты Бомбанул Уже Бродяга Уже был Мертв Когда я Его Нажал Когда он Полетел В аэрбол Так Еще Вызовем Одну Баллисту И в принципе Тут все Друзья мои Мы уже Клотничком Стоим Да Единственное Что вот Если мы Хотим добивать Именно Ближним Боем То Терракоша Для этого Не подходит Потому что Пока он Дойдет Со своим Медленным Шагом Вечность Пройдет А вот Джиггернаут Он довольно Быстрый Юнит Танком Его назвать Нельзя Он хорош Тем Что у него Две жизни Причем Эти две жизни Могут стать Так же И тремя И четырьмя Все зависит От того Сколько раз Его будут Резать Восстанавливать Так Ну что Друзья Забираем Сундучок И смотрим Что нам Выводит Так Король Копейщица И 12 С половиной Тысяч Голды Мы переходим С вами На фабрику Роботов И здесь Здесь у нас Воблер И Толкатель Тоже Не есть Хорошо Да Такая Компашка Мерзкая На самом деле Ладно Особенно Толкатель Толкатель Да Он может Толкать У него массовая атака Не забываем Да И он отталкивает Наших юнитов От себя Поэтому Начнем Мы наверное С вами С терракошечки Да Вызовем его Ну а Воблера Будем контролировать Ой-ой-ой-ой Как он у нас Медленно идет Да Ёлки Ты шпалки Сейчас еще И оттолкнул Друзья Вот этого я и боялся Сейчас урон Урон Я вот этого Да Вы поняли да Почему Чем опасен Этот хмыреныш Тем что он Своей массовой атакой Нанес мне урон По базе И мне его теперь Никак не захилить Ничего не сделать А все Из-за того что Очень медленно У нас ходит Наш Боец Надо было мне Все таки наверное Джиггернаута призвать В первую очередь Вот что я тебе хочу сказать А я начал Вызывать Терракошу Ну в этом я и Опростоволосился Ладно друзья Ускоряемся Попробуем пройти Этот этап И переиграть его Пока другого варианта Не вижу Или же Попробовать взять Другой отряд Можно же Попытаться Только нам нужно Посмотреть Кто у нас вообще есть В наличии Свободный Ну вот это Вот неплохой отрядик В принципе Давайте друзья Попробуем им Разрулить ситуацию Тут у нас Голем Тут у нас Жаба С молотом Выпускаем Конечно же В первую очередь Голема А следующим Уже пойдет У нас Жаба С молотом Да Жаба с молотом Пойдет следующее Потом призову Нинзю Так Ну смотрите Смотрите Что происходит Неплохо Довольно таки Довольно неплохо Забомбили Воблер Гаденыш Подбил Все таки Мне Мою бедную БФГшку Достал Серьезно Говорю Напрягаешь А за карточку Спасибо Отдельное Посмотри на этого воблера Ну Бомбанитель Нормулька Обалдеть Вы увидели Жабы С молотом У нее Вот этот вот Топор Почему-то Из нее Огонь Идет Как будто У него Реактивный Топор Можно так Сказать Молот Вот этот Вот Так Ну что Второй этап У нас Здесь Репульсор Прибавляется Да Как думаешь Вот этот Отряд Сможет Справиться Как-то Вот Меня сомнения Берут Какие-то Меня Берут Сомнения Вот этот Отряд Вполне Зайдет Если мы Будем С вами Вызывать Опять же Повторю Первого Джиггернаута Если Джаггер пойдет Следом Уже Можно В принципе Вызвать И Таракошу Да Попробуем Наверное Так и Сделать Ну Воблер Этот Меня Бесит Который Летает Какой Воблер Это не Воблер Это Бомбер Ребят Почему У меня В голове Воблер Был Воблер Это Совсем Другое Это Из Захватчиков У нас Так Ну что Толкатель Там Начинает Толкаться Мы С вами Призовем Сейчас Баллисту Хотя Вот так Сделаем Наверное Да Так Будет Правильнее Ну что Подходят Мои Орлики Соколики 325 Энергии Нам нужно Для того Чтобы Призывать Грифу А я Обязательно Его Призову Пускай Летит Красавица Наш Так Следующий Кто у нас Смотри Как Что делать Толкатель Толкается Получил Своё Ну я Думаю Что всё Тут уже Без Вариков Ах Ты Ну Кайс Так Найс Всё Отлично Получилось Ну что Друзья Переходим На следующий Этап Так И Посмотрим Что у нас Тут Третий Третий Этапчик Здесь Здесь у нас Выходит Молотильчик Слушай Ну Молотильчик В принципе Для нас Не помеха Если мы возьмём Вот этот отряд Да Тут Молотильчик Щитобот Они в паре Как я вам уже говорил Неоднократно Работают очень хорошо Вначале вызываем Щитобота А уже следом Молотильчика Смотрите Что у нас тут Будет выходить Какая ситуация Смотрите Оп Вот почему Всегда вызываем Щитобота первого Потому что он идёт Как танк Ага Мой молотильчик Тут Был сильнее Да Но против Бомбера Не поспоришь Ай-яй-яй Вот не люблю я Когда ребята Вот Ай-яй-яй Прожигает Так как Не по-хилому А Да ну Ещё и толкатель Появился здесь Нет Парни Так дело не пойдёт Так Дело не пойдёт Тихо Мы можем тут По-моему Сфейлиться Вот чё я хочу сказать Нет-нет-нет Я не должен Того позволить Обменялись Да Грубо говоря Ладно Хорошо Далеко собрался Парень Ай-яй Мне нужен О Заморозка Отлично Так Давай-давай-давай Паладин Быстрее Так Притягиваем Ураганчиком Подбиваем Сейчас Паладин Будет бомбить Бомбера Чё-то вообще Не алё Да Даже урона По-моему Не нанёс Не знаю Чё с ним случилось Так Опять толкатель Опять толкатель Ну Разберёмся мы с ним Или нет Молотильчик Кстати Погибает Даже не вызывает Свою пилу Это плюс Это для нас Большой плюс Ну Изи Слушай Ну Неплохо Компашка Да Вот это Раздухарилось Так У нас Четвёртая Миссия И здесь У нас Появляется Да никто не появляется Все те же самые Ханорики Вот Единственное Что у нас Энергии с вами Маловато Причём На всех отрядах Имбовый ещё есть Но это для Боссов Он по идее У меня предназначен Я его так называю Имбовый отряд Для боссов Так Вышел Да Оу Вдвоём вышли Так Секундочку Значит нам здесь Нужно сделать Немного по другому Главное Чтоб толкатель Не пошёл Толкатель Если появится Тут начнётся Тогда заваруха Ёлки-палки Пока нету Слава богу Пока Так Фаербол у меня готов Можем В принципе Использовать его Да Вот сейчас Вот так вот Блин Я честно говоря Хотел бомбера Подбить ещё Ай-яй-яй-яй Не повезло Не повезло Мои баллисточки Подбили её А вот и толкатель Явился Как говорится Не запылился Ну что же Давай Видишь что делать А? Упырь Просто толкает И всё здесь Ну что-то уж больно Много вас тут По-моему Эй Хонорики Иди отсюда Так Ураганчики Это всё нам Пригодится Что-то какая-то армия у нас Хиленькая Где у меня Блин Кодисист Тракоша же Он медленно идёт Давай вторую баллису Призовьём Бомбера бы подбить Было бы быстрее Сейчас же уничтожат Ну Вот тупырь Уничтожает мне баллисту Одну за другой Причём Фаерболл Поехали Всех опрокинули Кстати 51 секунда Это Времени маловато Для того чтобы Пробиться к базе И ещё уничтожить её нужно Так Что-то мы ребята По графику отстаём Я вам серьёзно говорю Что делать-то будем Ну Может быть призвать Жнеца 30 секунд Вряд ли мы успеем Фаерболл только Лишь поможет нам Поехали Так Заморозку Блин Вовремя Я потратил заморозку Давай-давай-давай Родные мои Уничтожаем Этот щит Абут тут ещё влез Жнец Пошёл Пошёл-пошёл 12 секунд Друзья мои 12 секунд 9 8 7 6 5 4 3 Неа Не успели Трындец просто Не успели буквально На 2 секунды Обидно На самом деле обидно Что же Будем переигрывать Естественно Друзья мои Так дело не пойдёт Как же так 2 секунды не хватило мне У меня Только лишь здесь энергия Ну слушай Ну этот отряд Мне кажется Не пойдёт Надо брать имбу Имбу возьмём И как говорится Ей очень быстренько Уничтожим Этот Вражеский замок Начнём Конечно же С Ронины Если он выйдет В истерике Вообще будет великолепно Отлично Ах ты Репульсор Ты мелкий Слушай Ну Ронин Красавец Согласитесь Столько дурь в нём Смотри Что он делает Он один Практически уничтожил базу Один Сейчас он тут Вообще Таких Ай-яй-яй А если я вот так сделаю А? Чё? Сразу припухли-то Ронин Давай выбегай Нет Идёт Идёт Не спеша Медленно Но идёт Ну и базу Естественно Сейчас мы разнесём Ай Толкатель опять Появился Не заплился Так Прыгун Ну А где ты там Застрял-то у меня Молодец Он где-то там В общей куче Завалялся Затесался Я его даже не увидел Я думал Что его там и подбили Но нет Выкрутился он всё-таки Ну что Последний у нас тут Этапчик Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Термин Термин 9000 Это босс Сотого уровня Босс Сотого уровня Так Ладно Сейчас попробуем Тогда Слушай Ну я думаю Что нет смысла Ведьму здесь копить Или есть Давай наверное Попробуем опять же Выпустить на поле боя Ронина Так Ой Еле-еле идёт Отлично Пошёл дальше Так Щитобота Разнесли Дальше Уничтожили Тут его подбили К сожалению Ну Да какое блин Оглушение может быть Вот Совсем другое дело Я жду Друзья мои Я жду Когда выйдет босс А он выйдет Секунду на секунду Наверное Успеет или нет По-моему нет Ой Термин Термин А я его давно уже не видел Друзья мои Давненько мы с ним встречались Так Смотрим Что нам выпадает Из этого сундучка 9 гемов 12 карточек На робота С ракетой И 9 карточек На базу Следующая территория У нас Нежить А энергия То у нас есть Нежить Так Здесь я вижу Одна есть энергия И здесь есть Хорошо Давай Приступим Приступим Так У нас там кто Я так понял Некра будет Да Присутствовать Слушай Некра это плохо Но у нас есть баллиста Нам бы дожить До того Чтобы баллиста вышла Начну Тихо 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 Кто-то разогнался Ой Сейчас ребята Будет плохо Ой Как будет Сейчас плохо Нам Срочно Нужна баллиста В обязательном Просто порядке Потому что Эти колобки Нас сейчас просто Одолеют Тогда Прикрыть Прикрыть тылы Кем Естественно Естественно Нам нужен Друзья мои Дыракоши Ой Баллиста Ты что быстрее идешь Чем Таракоша По идее Да Быстрее Смотри Смотри Что он делает Рвут В клочья Моего Этого Джиггернаута А он восстанавливает Себе здоровье Это круто Кстати Ну что Фаербол Отлично Очень хорошо Получилось Ну и дальше Я думаю Что тут Песенка спета Увраг же Ну Отлично Замок Разнесли Поехали дальше У нас С вами По-моему Еще есть Одна энергия Где-то На каком-то Отрядике Естественно Попробуем Реализовать Вот здесь Чумная мышь Охо Друзья мои Чумная мышь При полной Прокачке Я думаю Что здесь Никто не справится С ней Здесь только Маг У него 4 звезды И 350 Манны Стоит Ну я не знаю Ну давай Попробуем Ай-яй-яй-яй Он уже вызвал Так Вряд ли Вряд ли Тут у нас что-то Получится С вами Хотя Если рискнуть Хотя Если рискнуть Слушай И риск По-моему Дает свои плоды Он Дает свои плоды Причем Довольно неплохие Я теперь хочу Попробовать Призвать Все-таки Мага На поле боя Так Маг Маг Давай выходи Пожалуйста Не дуркуй Ой-ой-ой Надо прикрываться Срочно Выжил Выжил Тыковголовый Выжил Это хорошо Друзья Это очень хорошо Ураганчик Слушай Ну смотри Неплохо Мы их здесь прижали И все Соответственно Им крышка Не ожидал На самом деле Вот От этого отряда Я такого не ожидал Хм Круто Мне нравятся Вот эти вот ребята Маг И тыквоголовый Они друг друга Так дополняют Скажем Хм Отлично Так Друзья мои По-моему У нас с вами Закончилась энергия Да Если я Ничего не путаю Давай посмотрим Может быть Где-то Все-таки Откатилась Маленечко Есть Отлично Ну что же Еще один бой У нас впереди И тут кстати Прибавляется Зомби Суицидник Да Который сам себя взрывает Камикадзе Так сказать Ладушки Погнали Ниндзя Если что Нам в помощь Ниндзя в помощь Начнем Пожалуй Из голем Из голема Голем Голем Потом Ниндзя Да Как-то так А ну-ка Посмотрим Сколько урона Нанесет он Голему Ровно Половину ХП Сносит Да Плюс Еще Вот тут Отравление Немножко Сработало Ну да Ладно Ай-яй-яй Ниндзя Ниндзя Бедная Моя Ниндзя Хотя Смотри Как Она справляется Ой Красавица Ты моя Ниндзя Молодец И с колобками Как говорится Справилась И с этими Со всеми Справилась И даже Зомби Камикадзе Успела Подбить Отлично Ну что же Тогда В таком случае Могу сказать Что победа будет За нами Сто процентов Ниндзя Просто разносят В хлам Все что им Попадается Под их Сюрикены Вот так вот Друзья мои Ну что же Если сейчас Нет энергии Будем закругляться А если есть То конечно же Будем продолжать Бомбить Так Здесь нету Здесь нету Да Друзья мои На всех отрядах Кончилась энергия А у нас с вами Хм Ну вы помните Да У нас было Три или четыре фейла По игре Поэтому По идее Мы с вами Заканчиваем Всегда уже Вот на новой территории Потом мы ее проходим И Следующий портал Ну так как было Много фейлов Вот ребята Мы остановились С вами пока На территории Нежити Ну ничего страшного Обязательно Продолжим Но это уже будет В следующей серии Так что Всем пока Всем удачи И до новых Скорых видосиков Удачи вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok